Здесь у нас свет поменялся, значит здесь есть еще какие-то... Проверить чистоту снега в лаборатории нового экоцентра проще простого. Петр Мазин давно увлечен экологией, но до этого заниматься мог только в школьных классах. Условия очень хорошие, микроскопы очень хорошие. Сразу вид выходит на парк, и то есть, ну, все видно. И, конечно, с современными детьми не обойтись без мультимедиа. Это интерактивная экоигра. Весь Горкинско-Аметьевский лес перед нами на карте. Задачи разные – разыскать определенные виды животных или растений, или, как мы, очистить лес от мусора. Вот этой горе коробок в лесу точно не место. Раздвижные стены, чтобы при необходимости сделать аудиторию просторнее, панорамные окна для единения с природой и выход на крышу, чтобы наблюдать жизнь леса с высоты. Мы хотим жить в благоустроенном, комфортном и чистом городе. И вот это еще один шаг в воспитании, экологическом воспитании наших детей. Благоустроенный и чистый город с помощью самих жителей. Привлекать людей к обновлению городской среды – задача от президента страны. И в этом Татарстан – образец для регионов. Мы должны вместе с вами сделать все необходимое, чтобы уровень благоустройства городов, поселков соответствовал ожидаемым ожиданиям наших граждан. Нужно обновлять и создавать новые парки, скверы, зоны отдыха, пешеходные улицы, площадки для занятий спортом. На эти работы в Татарстане в этом году ушло 3 миллиарда рублей. Два из бюджета республики, остальное из федерального. Это 68 объектов, обновленных и построенных с нуля в 45 районах. Все с широким участием самих жителей. В облагороженной среде меняется и сознание. Если 4 года назад муслюмовцы ходили по улицам в галошах, то теперь щеголяют в туфлях. Муслюмова признали самым благоустроенным поселком страны. А в Урусу на стражу общественных пространств уже встали народные дружины. Живые, благоустроенные парки – залог культурного отдыха. Люди, соответственно, приходят туда, те, кто хочет вовлекаться в немаргинальные способы провести досуг. И создают тем самым среду, в которой маргиналам неудобно. Не только жители, но и крупные компании участвуют в улучшении городской среды. Компания ТАИФ выделила 250 миллионов рублей на благоустройство любимого казанцами озера Лебяжья. К Новому году здесь появится освещенная лыжня. В следующем году новую жизнь в республике получат еще 57 объектов. Федеральный центр обещал выделить Татарстану 700 миллионов рублей. Но в республике надеются, что при успешном освоении средств этот ресурс могут увеличить. Лена Зинатольевна, Данил Филатов, ТНВ Казань.